Почему автаназия часто является единственным выходом, когда лошадь ломает ногу? Потому что лошадь должна вставать и двигаться, чтобы быть здоровой. Лошади не садятся, часто спят стоя. Они не предназначены для того, чтобы не стоять на ногах в течение длительного периода времени. Лошадь никогда не будет оставаться неподвижной достаточно долго, чтобы нога правильно зажила. Это просто массивные животные, чьи кости большие, но принципиально мало чем отличаются от ваших или моих и могут медленно заживать. Если перелом достаточно серьезный, то просто нет способа уберечь животное от постоянных пыток. На сломанную ногу ложится тяжесть. Любое исцеление и будет отменено. Лошадь будет испытывать невероятную боль в течение нескольких дней. Пока не сойдет с ума. Эвтаназия имеет очень мало общего с затратами. Все дело в сострадании к животному. Если бы можно было обездвижить лошадь достаточно долго, чтобы сросся перелом, люди бы придумали это столетия назад. Но нет. Это не 20-килограммовые собаки. Это лошади весом более 500 килограмм. И если они ломают ногу, то ламинит копыт им обеспечен. Когда у лошади травмирована нога, весь дополнительный вес приходится на остальные три ноги. Это дополнительное давление вызовет ламинит. Слои их копыт на стенке буквально развалятся, вплоть до того, что их кости продавят нижнюю часть их копыт. На этом этапе эвтаназия – это доброта. Потому что действительно ничего нельзя сделать, когда она достигает этой точки. Лошади могут вылечиться от ламинита легкой степени. Но не тогда, когда у них есть только три ноги, на которых они могут стоять. Все это печально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова